Я в календаре даже отметила, 7 октября нам дали газ. 7 октября, говорит жительница Нижней Шиловки, Кнарик Чевчиян, теперь в их семье праздничная дата. Этого дня здесь ждали многие годы. Я здесь живу с рождения, я здесь родилась. Отапливали мы всегда дровами, углем. Но пока не пришел в наш дом этот прекрасный, прекрасное голубое топливо. С приходом газа жить стало легче, рассказывает Кнарик. Кипятят, чай готовят теперь на газу. Большой дом теперь тоже отапливают газом. Установили специальный котел. Баллоны – это привозной газ, которым мы пользовались. И вот мы с этими тяжелыми баллонами прощаемся. Попрощались с баллонами и дровами и в этом доме на улице Нагуляна. Благодаря голубому топливу, говорят хозяева, теперь будет проще развивать семейный бизнес. Здесь выращивают и продают цветы. Сейчас семья строит новые теплицы. Цветоводы надеются в будущем отапливать их с помощью газа. Сейчас, конечно, не сравнить. Это такое счастье. Газ я только представляла, что печку подключаем к печке и все. А отопления вообще не представляла. Даже оно оказывается – это счастье. Счастье пользоваться природным газом в Нижнешиловском сельском округе уже обрели жители около ста домов. Работа идет активно. У нас по поручению главы города также продолжают работать штабы. Представитель Сочи Горгаза приходит к нам в сельскую администрацию. Население приходит, пишет заявление на получение технических условий. Штабы по приему документов на выдачу технических условий на газификацию продолжают работать в Нижнешиловском, Кудепстинском и Молдовском сельских округах, рассказал на встрече с главой города Анатолием Пахомовым его заместитель по ЖКХ. Это очень социально важная инфраструктурная работа, подключение к газу. Все-таки вышли из правового тупика и в судебном порядке. Межрегионгаз принял в эксплуатацию те трубы, которые были построены в наших 28 селах. И сегодня стоит задача о том, чтобы наши жители, собственники жилых помещений подключились к газопроводу. До конца года по упрощенной схеме можно это быстро все выполнить. То есть первичные документы на землю, технический паспорт на дом и все, больше ничего не нужно. Получайте разрешение на технические условия, выполняйте проект. Надо сказать, тех условия выдают абсолютно бесплатно. Этой возможностью уже воспользовались более 2000 домов. В целом же город Сочи уже газифицирован на 86%. Следующий этап – газификация северной части Лазаревского района.